Трамп говорит, что может урегулировать конфликт за сутки, но не уточнил, хочет ли победы Украины. Харрис ответила, что война закончится через 24 часа, потому что Трамп прекратит помощь Украине и она капитулирует. Харрис заверила в своей поддержке Украины. Внешняя политика. Демократка заявила, что мировые лидеры смеются над Трампом, а он добавил, что его уважали Россия, Китай и Северная Корея. На днях началась 79-я генассамблея ООН, где Симпсоны в прогностическом программировании в своих мультиках планировали появление СССР 2.0. Но пока что-то не срослось. Пока происходит с точностью да наоборот. Хотя очевидно, что у глобалистов это было в планах. Карты перевернулись, игроки переигрались, а может быть еще все впереди. А дебаты кандидатов в президенты США Харрис и Трампа прошли успешно. Одни источники говорят, что победила Харрис, другие, что победил Трамп, но это и не важно. Сейчас американцев и весь мир будут подогревать, как перед боксерским рингом. Чтобы весь мир пристально наблюдал и следил за тем, что происходит в США. Страсти накаляются. А есть и такие американцы, их кстати немало, которые не верят вообще ни в одного из кандидатов. И действительно есть мнение, что будет третья сила. Некое третье лицо, которое, загадочное лицо, которое может появиться на арене. Кто же это такой? Пока неизвестно. Но мы смотрим, мы наблюдаем, что нам возможно готовят глобалисты. Но сразу вам скажу, ничего хорошего не ждите. Потому что есть прогнозы, что на США и на весь мир грядут глобальные перемены. Мягко говоря. Будут глобальные катастрофы. Экономический коллапс, в первую очередь, как минимум. А я уже молчу о войнах по всему миру. О голоде, о эпидемиях, об изменениях климатических поясов. Конечно же, ни одна Америка в ответе за всё это. И тем не менее, все смотрят на Америку, она гегемония по-прежнему. А собственно, наблюдая за всем миром и за тем, что происходит, я вам скажу честно, ничего хорошего нам ждать не приходится. И вот возник вопрос. А упоминает ли Библия обо всех этих странных событиях в конце дней? Скорее да, чем нет. Мы когда-то с вами читали пророка Даниила, 11 главу. Там с поразительной точностью, вплоть до второго пришествия Иисуса Христа, описываются события в мире. Если мы будем внимательны, то мы сегодня получим не одно откровение от Господа. Давайте поизучаем, давайте посмотрим. Не забудь присоединиться к каналу «Последнее время». Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Поехали. 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 ПОПОДПИШИСЬ! 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 приветствую вас мои дорогие любимые благословенные братья и сестры друзья гости подписчики канала последнее время здесь мы изучаем библейские пророчества здесь мы наблюдаем за событиями мировыми событиями политическими событиями в том числе в этом мире таким образом мы исполняем писание наблюдая за приближением дня онного что значит за приближением второго пришествия иисуса христа и так в одиннадцатой книге пророка даниила описываются некие два царя южный и северный сегодня мы подойдем к этому тексту немножко с другой стороны эти два царя непримиримые враги на первый взгляд хотя они будут садиться за стол переговоров и будут общаться и будут договариваться и будут дружить потом расставаться потом мириться потом опять воевать и так будет происходить до второго пришествия иисуса христа на протяжении долгих многих лет и мне кажется то что сейчас происходит или начало происходить в этом мире в связи с тем что россия напала на украину два с половиной года назад это начало это некие звоночки которые перерастают в колокол того что нам предстоит еще увидеть если живы будем итак перед нами южный и северный царь которые будут воевать друг друга здесь в некоторых фрагментах даже упоминается некий вождь завета до который может быть в принципе трамп трамп вождь завета антихрист который есть представитель северного царства война будет затяжной позиционный то одни будут побеждать другие проигрывать а то наоборот война будет холодной фазе война будет в горячей фазе но то что это будет происходить это факт и это подтверждает библия мир получается до конца войны будет ну а конец войны будет только во втором пришествии иисуса христа когда господь положит этому конец раз и навсегда мир до конца войны будет так называемым двуполярным хотя и будут достигнуты некоторые договоренности при антихристе да все равно будет угроза постоянная то одних то других простые люди между ними как между двух огней северное царство и южная северное царство это скорее всего может быть нато и североатлантический альянс вот этот блок а южная это скорее всего больше исламские страны иран и всех кто поддерживает иранскую политику до или кто дружит с ираном с этим понятно да а если в библии упоминания о женщине мы ведь мы сегодня говорим о чем мы сегодня говорим о трампе и харрис у них предвыборная кампания весь мир наблюдает так что же об этом говорит библия действительно ли мы стоим на пороге конца или скажем так начала конца начала родовых схваток как сказал иисус это еще не конец но это начало родовых схваток у женщины то есть назад дороги уже не будет поехали как говорится да и вот действительно если в библии здесь в этом фрагменте усп упоминания о женщине у как у политики как о возможном президенте сша похоже что да а поэтому я вам советую сегодня прочитать всю книгу пророка даниила ну может вы за дня за два дня и и осилите суть не в том чтобы прочитать быстро суть в том чтобы хотя бы немножко вникнуть вам домашнее задание особенно обратите внимание на одиннадцатую главу ну и на девятую главу обратите внимание потому что одиннадцать девятые главы они где-то похожи и конечно же напишите не забудьте напишите пожалуйста свое мнение что вы думаете в комментариях под этим видео спасибо за участие и так давайте фрагментарно прочтем пророк даниил 11 глава 3 стих и восстанет царь могущественный который будет владычествовать с великую властью и будет действовать по своей воле то есть как ему заблагорассудится итак на мировой арене в конце дней появляется один царь и царство одно царство и появляется другое царство как противовес если так можно выразиться про даниил 11 глава 5 стих и усилится южный царь и один из князей его пересилит его то есть северного да и будет владычествовать южный побеждать северного да и велико будет владычество его то есть мы видим еще раз четко и ясно что в конце дней появится северный южный царь северное и южное царство так называемо то есть двуполярная политика мира этого 6 стих но через несколько лет они сблизятся и дочь южного царя придет к царю северному то есть они каким на какое-то время подружатся что ли ну на какое-то время прекратят военные действия заморозка конфликта что ли чтобы установить правильные отношения между ними появляется дочь южного царя правильные отношения нужны правильные отношения и она не удержит силы в руках своих не устоит и рот и и но преданы будут как она так и сопровождавшие ее и рожденные ею и помогавшие ей в те времена то есть появляется некая дочь то есть женщина которая пытается помирить обе стороны спасти мир но у нее ничего не получится это то что я вижу в этом фрагменте не устоит написано и не удержит силы в руке своей нет опыта в политике нет опыта может ли это быть харрис вполне возможно почему бы не мы не исключаем такой теории вполне возможно она и будет на короткое время президентом сша или временным или формальным или я не знаю возможно я не отрицаю но поживем увидим и что написано далее 7 стих но восстанет отрасль от корня ее то есть от этой женщины придет к войску его и войдет в укрепление в укрепление царя северного в укрепление царей будет действовать в них и усилится сыром северным будет вместе то что ли за одно то ли не заодно непонятно вот то есть получается что после ей после нее от ее политической партии то есть от демократов тут написано восстанет отрасль от корня ее может восстать не кто у кого будет больше надежд на спасение этого мира и усилиться потом по контексту мы видим большую позиционную мировую войну и мы сейчас не будем все зачитывать друзья мы когда-то уже это делали в другом видео может вам дам ссылочку война 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 одни убивают других тел убивают других вот судя по контексту почитайте дома контекст вы все увидите напряжение напряженная война войны слухи о войнах и это будет до конца этой эпохи я же вам говорю по на основании писания это будет до 2 пришествия иисуса христа постоянно будет вот это напряжение постоянно пророк даниил 11 глава 16 17 стих продолжаем мы фрагментарно выборочно читаем друзья извините у нас не тот формат чтобы на три часа затягивать встречу и кто выйдет к нему будет действовать по воле его и никто не устоит перед ним и на славной земле подчеркните славной земле поставит стан свой и она пострадает от руки его и вознамерится войти со всеми силами царства своего праведные с ним верующие то есть да какая-то часть или по крайней мере те которые себя так называют и совершит это совершит что на славной земле поставить стан свой совершит это некий кто-то и дочь джонс отдаст ему на погибель ее но этот замысел не состоится ему не будет пользы из того чтобы это значило возможно здесь упоминается президент дональд трамп который поставит посольство свое сша посольство сша в в иерусалиме на славной земле написано стан свой да возможно как вариант это что израиль пострадает после правления трампа что мы видим сегодня война война причем очень серьезная война война наверное какой не было там с каких-то 60-х годов война серьезная сейчас в израиле друзья это не шутки погибают очень много людей мирных тысячи 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 не забываем о том что происходит сегодня в израиле но польза от того что сделает трамп или сделал скажем так и как он хотел помирить палестинцев и израильтян тут написано не будет помните окончательную сделку века трампа окончательная сделка века пророк даниил 11 глава 20 по 22 стих читаем на место его восстанет некий который пошлет сборщика податей пройти по царству славы но и он после немногих дней погибнет и нет возмущения и не в сражении следующий царь приходит то есть царство одно царе меняются понятно да следующий царь приходит и восстанет 2 давайте дочитаем этот фрагмент уже и восстанет на место его еще один царь приходит тот сборщик податей умирает приходит новый восстанет на место его подчеркните презренные это важно и не воздадут ему царских почестей то есть скорее всего он не будет одним из кандидатов он просто придет и он придет без шума и лестью овладеет царство сразу себе подчеркните презренный здесь речь идет об антихристе и все потопляющие полчища будут потоплены сокрушены им даже и сам вождь завета подчеркните презренные подчеркните вождь завета друзья это интересный стих очень интересный стих некоторые толкуют его так что здесь говорится о том что будет после трампа после трампа придет сборщик податей то есть байден который усилил налоговую политику в сша и многие американцы от политики байдена а точнее от его налоговой реформы плачут по сей день обратите внимание здесь написано что этот царь вот он просто умрет от старости не на войне не в сражении не в гражданской войне просто тихо и мирно внезапно на покой что и случится в скором времени байден умрет от старости далее очень интересный момент упоминается некий вождь завета вы уже подчеркнули его до скорее всего речь идет о трампе у которого завет в руке то есть некий договор или так называемый окончательный сделка века трампа для подписания окончательного мира между палестинцами и израильтянами трамп и является этим вождем завета а кушнер его взять как исполнитель этого плана исполнитель этого завета вполне возможно что этот презренный то есть антихрист который придет после трампа ну как вариант если принимать эту точку зрения как толкование он будет использовать это в своих интересах то есть все готово для для того чтобы помириться понимать как технологии готовы для пришествия антихриста он только придет кнопочку нажмет и все заработает также и мирный договор готов по сути дела он готов уже его только реализовывать и все вот и все то есть трамп сделал свое дело а презренные той следующий придет который он сделает свое дело используя наработки трампа скажем так если это толкование верно я пока ничего не утверждаю это просто информация к размышлению мы же имеем право на размышление то есть после байдена придет антихрист класть то есть это может быть и не харрис и не трамп а некое третье лицо презренный то есть сам антихрист как вариант это еще не факт друзья я не пророчествую я сразу говорю что вы потом меня камнями или помидорами не закидывали некоторые я просто вам прогнозирую на основании писания если это толкование верно и вот тогда начнется самое интересное с 21 стиха и восстанет на место его презренный не воздадут ему царских почестей но он придет без шума и лестью овладеет царством презренный у него не будет царских пох и почестей он придет тихо спокойно но у него будет лесть на устах он будет всех привлекать своей лестью он то есть антихрист погубит всех кто получается против него и подгребет под себя всех включая самого вождя завета то есть трампа вот вам и политика вы говорите а тут политики быть не может зачем христиане лезут в политику мы не лезем в политик мы читаем библию мы изучаем и наблюдаем в этом большая разница то что если ты не знаешь не читаешь не наблюдаешь что ты не застанешь это время нам нам велено наблюдать и за приближением дня онного что мы собственно и делаем пророк даниил 11 глава 23 стихи все потопляющие полчища будут потоплены сокрушены им даже и сам вождь завета так вот именно этот презренный или антихрист последний мировой правитель войдет в иерусалим захватит его объявит себя богом осквернит своими войсками третий храм который уже на то время построиться о чем мы уже читали у пророка даниила параллельно можете открыть девятую главу 27 стих что здесь более подробно сейчас мы прочтем и что же будет дальше а дальше с 31 по 33 стих читаем и поставлена будет им часть войска часть войска не весел войска часть войска которая осквернит святилище то есть храм могущества храм могущества то есть божий храм и прекратит ежедневную жертву где там уже это читали да я же вам говорю параллельно открывайте пророка даниила 9 глава 27 стих и поставить что не слышу прочтите внимательно откройте посмотрите мерзость запустения итак кто же это будет делать презренный это и будет делать антихрист некоторые говорят в стих пророк даниил 9 27 это не об антихристе а о христе ну да христос заключил мир на 7 лет до в середине седьмины прекратить жертвы а потом он назван опустошителем да нет это неверное понимание это вырвать фрагменты с контекста и толковать свое толковать не то вот здесь же подробно описывается кто это будет делать и как поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью то есть те кто не будут 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 не в теме или те кто не захотят до быть частью договора между палестинцами израильтянами он будет льстить им кого-то подкупит кого-то обольстит кого-то обманет кому-то он обещает золотые горы а кому-то просто скажет мы вас не тронем если вы нас поддержите не поддержите пеняйте на себя ваша страна и ваш президент вдребезги а только так будет будет разговор очень серьезно уже одержимый то есть с дьяволом договориться нельзя будет поэтому многие согласятся и даже те кто будет против этого договора они все равно поджав хвост на цирлах будут поддерживать антихриста понятно да но люди чтущие своего бога мед свяду верующих в иисуса христа усилятся в это время это уже описание начала великой скорби и будут действовать и разумные из народов разумят многих то есть наше время придет особенно мы начнем проповедовать евангелие сейчас мы проповедуем так знаете налегке кто как то когда начнется великая скорбь написано что многие начнут проповедовать в открытую безбоязненно потому что время коротко не только два пророка будут две маслины проповедовать в иерусалиме во время великой скорби но и церкви христовой оставшиеся которые верны господу они будут проповедовать везде и всем и даже если ты в тюрьму тебя посадят и там будешь проповедовать и говоришь говорит что осталось совсем мало времени то что написано и разумные из народов разумят многих то есть многие верующие обратят других тоже веру в иисуса христа хотя будут некоторое время страдать от меча огня плена и грабежа откровение 13 глава по моему 10 стих если не ошибаюсь кому суждено в тюрьму тут пойдет в тюрьму кому суждено быть убитым мечом тот будет убит вот это фрагмент из писания это великая скорбь друзья в котором будут принимать участие христиане в том числе потому что христиане восхитятся только в конце великой скорби накануне возвращения господа вернее в его возвращение то есть возвращение будет не резким а в несколько этапов вот тогда и начнется великая скорбь с 35 по 37 стих читаем не пострадают некоторые из разумных для испытания их очищение и убеление к последнему времени подчеркните ибо есть еще время до срока есть еще три с половиной года другими словами поэтому будет испытание очищения убеления будут страдания будет великой скорбь для христиан и для евреев и будет дальше написано подробно что будет делать антихрист и будет поступать царь тут по своему произволу вознесется и возвеличится вы же всякого божества и боги богов станет говорить хульное и будет иметь успех да действительно пока не совершится гнев пока господь не вернется и не поразит антихристом что при ибо что предопределено то исполнится это уже известно в будущем так и случится других альтернатив нет понятно да он будет иметь успех помните да что он будет вести войну со святыми то есть верующими в иисуса христа святые на основании нового завета это верующие в иисуса христа и победит их откровение 13 глава читаем внимательно дальше написано здесь терпение вера святых если все побегут поклоняться мировому правительству во главе с антихристом то христиане призваны терпеть и верить понятно да во время этой прохождение этой великой скорби что время будет страшно и ужасно и о богах отцов своих он не помыслит нежелание жен не даже божества никакого не уважит то есть антихристу будет все равно он не будет признавать никакую религию или будет признавать до поры до времени потом скажет все вам не религии не нужны я ваш бог мне поклоняйтесь а если вы не будете поклоняться голова с плеч вот разговор будет такой то есть полностью тотальный контроль и в том числе он будет использовать цифровые технологии в том числе чтобы покорить всех и каждого на земле и далее говорится смерти антихристом что несмотря на всю его военную мощь так сказать потому что он будет поклонять поклоняться сам богу воинс так сказать богу силы а сила в современном мире это что современное оружие от оружия массового поражения это ракеты баллистические там и не знаки там еще есть ядерные бактериологические не знаю еще какие вот он будет этому богу служить и будет иметь всю военную мощь и никто даже не пикнет а а если кто пикнет он нажмет на кнопочку понятно да поэтому все и будут служить будет одно царство он уже на то время под гребет под себя всех и вся он будет смертным человеком и погибнет библия говорит что он будет отправлен в озеро огненное живым без суда и следствия живым это потому что он будет воскресшим теле про даниил 11 глава 44 45 стих но слухи слухи с востока и севера встревожит его и выйдет он величайшая ярость он будет в ярости это помните 12 глава книги откровения когда сатана скинут с поднебесного царства на землю он величайшая ярость гнев сатаны там написано что такое великая скорбь это не гнев божий это гнев сатаны гнев божий будет в конце великой скорби чувствуете разницу великая скорбь это гнев сатаны это не гнев божий потому что он будет гнать святых и христиан и бросать их в тюрьму в тюрьме в тюрьмы и убивать их это будет жесточайшее время великая скорбь великая скорбь для кого для христиан и для евреев для остальных людей которые примут начертания будут жить спокойно ну как относительно спокойно беспокойство будет в их сердце то что они там будут покупать садить строить это это будет норма в то время как на христиан будет параллельно гонение понятно да вот тут и написано что он придет величайшая ярость его что-то будет беспокоиться востока севера то есть будут угрозы то есть будет некоторые страны или внутри самого этого альянса будут возникнут какие-то проблемы и несогласие понимает и они восстанут против антихриста возможно ну мы не знаем мы только можем прогнозировать но что-то будет что его будет очень тревожить он еще больше от этого в ярости будет и будет истреблять и губить многих и раскинет он царские шатры между между морем и горою преславного святилища гора преславного святилища это храмовая гора святилище это третий храм который на то время уже будет стоять но придет к своему концу и никто не поможет ему вот судьба антихриста друзья вы скажете ну это же о прошлом говорится но дима ну причем ты тут приплетаешь это же было когда-то в истории там 2000 лет назад 2500 лет назад и нет вы опять же не внимательно не читаете контекст почему я уверен что речь здесь идет о последних днях земли о конце дней перед вторым пришествием перед вторым физическим пришествием иисуса христа мы находим ответ в 12 главе а многие не читают думают по главам разделена вы знаете да что рукописи манускрипты древние они не были по главам по главных разделили по стихам потом уже когда там официально переводили их читая писали они не были не по номерации не по главам это было одно послание одно послание как одно письмо поэтому читаем дальше и восстанет в то время ключевое слово подчеркните в то время михаил князь великий в то время это в какое время то что мы только что прочитали во времена антихриста во времена великой скорби во времена правления антихриста времена величайших гонений когда он уже будет сидеть в храме провозглашая себя богом и будет гнать христиан и евреев по всему миру вы понимаете к чему все придет и это время близко подождите чуть-чуть сами все увидеть просто когда вы это увидите уже поздно будет уже нужно сейчас готовится морально духовно и физически так вот тут ключевое слово в то время в то время этого время великой скорби михаил князь великий архангел михаил стоит за народа за народ свой мы читали в апокрифах недавно в прямых эфирах да как подтверждение этому и наступит время тяжкое какого не было с тех пор как существуют люди то есть описание великой скорби то что мы прочитали до этого и сейчас до этого времени но спасутся в это время из народа твоего то есть из еврейского народа все которые найдены будут записанными в книге то есть те которые веруют в иисуса христа вот этот остаток и спасется иисусу в евангелии от матфея 24 главе сказал подтвердил слова пророка даниила он сказал что такого времени великой скорби не было и не будет за всю историю человечества до сего дня как некоторые говорят это время уже было так если это время было значит и антихрист уже был так если это время было значит и христос уже приходил второй раз и убил антихриста друзья не заблуджайтесь это время еще и этого времени еще не было и она будет и она близко при дверях и многие и спящих в прахе земли пробудятся одни для жизни вечной другие на вечное поругание и посрамление то есть речь идет о воскресении мертвых о святых и о грешниках всех каждого господь всех воскресит в телах только одни будут царствовать с господом вечность а другие пойдут в озеро огненное после суда белого престола откровения 20 глава читаем внимательно и разумные будут сиять на тверде как светило на тверде и обративший многих к правде те кто обращал к иисусу христу те кто уверовали благодаря вам они будут как звезды во веки навсегда сиять у господа в его царстве а ты даниил скрой слова эти и запечатай книгу эту до последнего времени а зачем ее прятать до последнего времени да потому что это описание последнего времени и поймут эту книгу только те кто живут в этом последнем времени вот для нас это все и открывается многие прочитают ее и умножиться знания вот то что мы с вами здесь делаем друзья говоря о президентах мы вне политики это понятно но мы наблюдаем интересно кто бы ни был президентом сша трамп харрис или даже пусть сам антихрист третье лицо которое появится из-за кулис мы должны знать что будут воины в мире усиливаться мы должны к этому быть готовы как локальные войны так и глобальные войны мы должны знать что будут происходить очень скоро экономические потрясения в сша как собственной глады как собственные моры как собственные землетрясения по местам как и предупреждал нас господь наши спасители иисус христос поэтому надо готовиться молиться поститься уже сегодня время страшное приближается кто бы ни был президентом мы должны помнить что написано в книге откровения 13 главе что все равно будет один одно царство один зверь да там будет несколько зверей это будет конгломерат это будет комбинированный зверь медведь леопард помните лев десятироги зверь это все будет одно то есть четыре царства объединяться в одну мировую мощь мы просто должны это знать и сейчас не занимать ничью сторону потому что это все зверь он сейчас формируется и набирает обороты они сядут и договорятся и все и появится антихрист если ты сегодня по уши в политике и поддерживаешь кого-либо на политической арене то поверь мне появится антихрист и не заметишь как ты его поддержишь слышишь потому что будет одно царство почитать еще раз внимательно книгу откровения 13 главу несмотря на мировые разногласия несмотря на разные культуры традиции весь мир мы уже видим как это формируется у нас на глазах почитайте новость почитайте новости как это все формируется как мы слышим о том что раньше для нас было чуждой культурой там из ислам то мусульманство там иран турция так где там это находится какое наше дело вот наша страна мы не заботимся сейчас нет сейчас все одно мусульмане знакомиться с христианством христиане знакомиться с исламом то есть понимаете все вот так перемешиваются плюс миграция идет вы видите что происходит друзья плюс интернет технологии плюс телефон 16 айфон вышел там или какой по номеру там уже искусственный интеллект встроенный есть а скоро появится в этом айфоне лицо самого антихриста да да подождите чуть-чуть подождите чуть-чуть будет чекин ты не войдешь свой афон пока не поклонишься антихрист поэтому сегодня ты уже должен знать что это все будет несмотря на разные культуры несмотря на разные традиции весь мир на какое-то время сумеет договориться во время правления антихриста и мы знаем даже на какое время когда включится последние седьми на пророка даниила будет построен третий храм начнется великая скорбь по всему миру а потом за ним славное пришествие нашего господа и спасителя иисуса христа поэтому кто бы ни был президентом такое нам дело мы смотрим на себя в свое сердце главное хранить свое сердце чистым в господи иисусе потому что из этого сердца как написано источники жизни хранить нашу брачную одежду чистой вот наша ответственность они поддерживать какого какого-либо политика поддерживать какого-либо политика тебя не спасет тебя спасет крови иисуса христа поэтому храни свое сердце с чистым чтобы достигнуть небес в это страшное последнее время и услышать финале своей жизни добрые слова от господа в свой адрес молодец добрый верный раб в малом ты был верен над многим тебя поставлю войди в радость господина твоего или вы можете услышать другую фразу от господа идите от меня проклятые в огонь вечную готованный дьяволу и ангелом его как вы думаете в каком состоянии сейчас ваше сердце и какой ответ от господа вы чувствуете бог произнесет к вам при встрече подумайте и сами себе ответьте это риторический вопрос сами себе ответьте дома а потому друзья бодрству время близко пришествие господним приближает сохранит вас господь не прощаемся с богом миграция трамп повторил развенчанный миф о гаитян ских иммигрантах которые якобы едят кошек и собак в спрингвилде штат агайо харрис насмешливо рассмеялась аборты экс-президент защищал запрет абортов а вице-президент считает что он не должен указывать женщине что делать со своим телом а 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 и а а Субтитры создавал DimaTorzok